В Тверской области по становлению правительства установлена дата начала пожароопасного сезона. Это 10 апреля. Пал травы, лесные пожары и другие сюрпризы – традиционные спутники сотрудников МЧС в это время года. Поэтому ко встрече с ними надо быть хорошо подготовленными. В этот вторник, 5 апреля, в Твери прошел смотр готовности сил и средств спасателей. На месте побывала Наталья Чекет. На Краснофлотской набережной в Твери выстроилась вся сила и мощь спасательной техники. Здесь собрались все службы, которые задействованы в ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за ландшафтных пожаров и весеннего половодия. Всего на осмотре было представлено 78 единиц техники и 200 человек личного состава МЧС. Эта техника, она у нас и применяется и без аварийных пропуск в весеннем половодии, и на пожароопасный период, а на одно и то же. Трактора, они могут перекрыть дорогу, привезти что-то, камазы, грузовые автомобили. Вся техника, она применяется. Наша пожарная техника и также пожарная техника из пожарных формирований, она может и воду откачивать. Техника ЖКХ муниципальных образований также и откачивать, и привозить, и отвозить, копать, рыть канавы. Пожарные машины, мобильные посты пожаротушения, снегоболотоходы и квадроциклы, а также грейдеры, самосвалы, погрузчики, беспилотные летательные аппараты. Вся эта техника будет задействована во время пожароопасного периода. Представленные машины используют и для ликвидации последствий подтоплений, оказания помощи гражданам при эвакуации, доставке грузов и мониторинга складывающейся обстановки. Помимо спасателей, лесников, энергетиков и чиновников, мероприятий принимают участие и представители администрации муниципалитетов, которые ответственны за пожарную безопасность на вверенных им территориях. Готовимся, начинаем опашку. Пока рановато, еще земля не отошла, но как только отойдет, будем производить опашку у населенных пунктов, будем проводить подъезды к пожарным водоемам, ну и готовим технику, готовим людей. Мы здесь многое увидели нового, вот, например, трактора, который оборудован плугом для милиаративных спашки. Ну и вообще техника та, которая здесь, может, мы еще посмотрим, она в любом случае к нам пригодится. Всего в пожароопасный период в Тверской области будет задействовано более 2000 человек и 1200 единиц техники. И это только на тушение пожаров. Готовность спасателей высоко оценил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Курни подготовки достаточно высокие. Надо отметить, что и техника уже современная стоит, техника отечественного производства. Видим, что техника в идеальном состоянии практически. Сегодня проводились также и проводятся сейчас занятия с главами муниципальных образований, которые принимают участие в расчетах, подготовке, в профилактике лесных пожаров. Ну и, наверное, самое главное, что надо отметить, что сегодня все очень внимательно следят за ситуацией, которая развивается. Напомним, что с наступлением пожароопасного периода запрещено разводить костры, готовить шашлыки на открытом огне. Поджигать траву на дачном участке или в населенных пунктах.